Нужны ли бифидобактерии для новорожденных? Полученные в виде препаратов лакта и бифидобактерии для новорожденных иногда крайне важны, ведь организму малыша не всегда удается легко приспособиться в новой для него, нестерильной, среде. Известно, что, находясь в материнской утробе, плод получает все необходимые питательные вещества через кровь. Его органы пищеварения и желудочно-кишечный тракт в этом периоде находятся как бы в режиме «ожидания». Особенности формирования микрофлоры у грудничка Оказывается, у маленьких детей живет немало различных микроорганизмов в кишечнике. Бифидобактерии и лактобактерии суммарно представляют собой около трети от общей массы испражнений крохи. Родившись на свет, ребенок попадает в новую незнакомую среду, где большинство населяющих ее микроорганизмов являются болезнетворными. Заселение ЖКТ младенца преимущественно полезными бифидобактериями гарантирует ему выработку крепкого иммунитета. Благодаря специально разработанным препаратам, бифидо и лактобактерии для новорожденных на сегодняшний день доступны в удобной форме. Их назначают малышам для того, чтобы улучшить бактериальный баланс в кишечнике и подавить болезнетворные микроорганизмы. Недостаток полезных и излишек патогенных бактерий Последствия К условно-патогенным микробам, участвующих в выстраивании микрофлоры младенца, относят следующие – кластридии, клепсиеллы, грибы рода кандида. Активное размножение таких микроскопических живых существ начинается тогда, если в организме ребенка недостаточно лакто- и бифидобактерий. Тогда возникает острая потребность в приемы препаратов, способных помочь иммунитету справиться с вредными «жителями» кишечника. Когда бифидобактерии и лактобактерии становятся меньше нормы, и преимущества в численности приобретают патогенные микроорганизмы. В организме грудничка начинаются проблемы. В частности, развиваются инфекционные процессы, возникает дисбактериоз, появляется жидкий стул, срыгивание становится. Более частыми, возможен явно выраженный дискомфорт в животе у крохи. Подобное состояние ребенка, как правило, не нуждается в специальной терапии. Дисбактериоз появляется у новорожденного или малыша постарше тогда, когда бифидобактерий становится меньше, чем вышеуказанных вредных бактерий. При этом, данное состояние нельзя назвать самостоятельной патологией. Оно лишь сопутствует присутствующим в организме грудничка воспалительным процессам. Основные показания к применению лекарственных средств. Несмотря на безопасность и безвредность препаратов, содержащих необходимые бактерии, использовать их без особой надобности не следует. Как правило, педиатр назначит крохи соответствующие лекарства. Если постоянно возникают кишечные колики, подробнее о том, как избавиться от коликов смотрите в курсе мягкий животик и GT, и GT, и GT, вздувается периодически живот, частые и обильные срыгивания. Мизерные прибавки в весе, расстройства, запоры, отсутствие нормального стула, наличие у матери сахарного диабета или серьезных инфекционных заболеваний, преждевременные сложные роды, беременность сопровождалась гистозом, невозможность грудного вскармливания. Важно отметить, что кормление грудью малыша исключает надобность приема препаратов, содержащих бифиды или лактобактерии. Все необходимое кроха получит через материнское молоко. Как выбрать лучший пребиотик или пробиотик? Чтобы выбрать из множества современных пробиотиков и пребиотиков, первые представляют собой однокомпонентные препараты, а вторые Набор из соответствующих микроорганизмов, в первую очередь, нужна консультация специалиста. Лакто- и бифидобактерии для детей в должном количестве присутствуют в препаратах, давно завоевавших доверие специалистов. К ним относятся, бифидумбактерин – лекарство, обладающее достаточно широким спектром действия, помогает не только при лечении дисбактериоза или кишечной инфекции, но и при терапии рахита, диатеза и аллергических высыпаний. В препарате содержатся преимущественно бифидобактерии. Для новорожденных бифидумбактерин может быть опасен, поскольку в своем составе имеет лактозу. Она нередко служит сильным аллергеном. Самый распространенный аналог лекарства – бифиформ. Подробнее о нем ИДЖИТИ, 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 ОЦИЛАКТ, еще один вид пробиотиков, который содержит лактобактерии. Назначают такой препарат при острых кишечных инфекциях, а также в качестве компонента комплексной терапии дерматита атопического. В сравнении с предыдущим пробиотиком, оцилакт не содержит лактозу. Линекс – комплексный пребиотик, содержащий картофельный крахмал, лактозу, бифидобактерии и лактобактерии. Основным предназначением медикамента является лечение дисбактериоза. Лактобактерин назначают чаще всего как профилактический медикамент для устранения симптомов дисбактериоза. Как принимать лактобактерин? Если есть сомнения в особенностях использования любого из вышеуказанных лекарственных средств, в Т.Ч. и лактобактерина, инструкция по применению для новорожденных поможет избежать весьма распространенных ошибок. Например, производитель данного медикамента оставляет в ней рекомендации по продолжительности курса лечения. В частности, при дисбактериозах, независимо от этиологии, 3-4 недели считаются наиболее оптимальным сроком. При отсутствии ожидаемого результата лечения в течение вторых недель стоит обратиться к врачам для получения направления на повторное обследование кишечной микрофлоры. По итогам лабораторных исследований специалист должен произвести корректировку терапевтической схемы. Закрепить полученный лечебный эффект от лактобактерина или добиться лучшего результата в случаях отсутствия изменений в работе ЖКТ. Ребенка можно, повторив курс приема медикамента. Здесь же, в инструкции, производитель подробно описывает, как разводить и пить лактобактерин для новорожденных, чтобы дать малышу. Препарат Нужно содержимое флакона растворить кипяченой водой комнатной температурой из расчета 5 мл. 1 час. Л. Воды на одну дозу препарата. Выпить следует весь объем полученного лечебного раствора за 30-40 минут до приема пищи. В течение дня, в зависимости от возраста ребенка, ему может быть назначено от 3 до 5 доз 2-3 раза в сутки. Готовую смесь выпить необходимо быстро, иначе полезные свойства в ней быстро нейтрализуются. Чем отличаются бифиды от лактобактерий? Вероятно, различие между бифидой и лакто сразу понятным становится немногим. Между тем, первые микроорганизмы населяют кишечник детей, находящихся на естественном вскармливании. Вторая группа – лактобактерии. По мере уменьшения поступления в организм грудного молока вымещают бифидобактерии и селятся в ЖКТ вместо них. У взрослого человека численность живых бифида составляет в 20 раз меньше, чем у младенцев. Для нормального функционирования органов пищеварения и ЖКТ в достаточном количестве должны присутствовать и лактобактерии, и бифидобактерии. Разница между ними заключается также в том, что последние способствуют активизации всасывания ценных веществ в пределах желудочно-кишечного тракта. Они же помогают в процессе перистальтики обеспечивать нормальный процесс опорожнения от кишечных масс. Основной задачей лактобактерий, в отличие от бифида, является образование из лактозы молочной кислоты, столь необходимой для полноценного переваривания пищи. Исходя из опыта применения пробиотиков и пребиотиков для новорожденных и детей грудного возраста, до одного года предпочтительнее использовать лекарства в жидкой форме. Капельки сразу начинают действовать, попадая в организм. Независимо от того, какое средство будет назначено специалистом, линекс, бифидомбактерин или лактобактерин для новорожденных, отзывы. О любом из них позволяют не сомневаться в правильности выбора. Сколько раз какает месячный ребенок. Субтитры создавал DimaTorzok